Откуда выгонят Венгрию? Запрет мессенджера в Украине и масштабные протесты в Великобритании. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире НЕХТА. Самые важные интересные новости. Резкое заявление литовского МИДа. Какие слова бывшего политзаключенного шокировали дипломатов? Слышатся в странах Запада, в том числе от высокопоставленных политиков, такие нотки, что давайте эту Россию вообще огородим забором. Побег премьер-министра из Бангладеш станет ли причиной остановки протестов? Достопочтенный премьер-министр подал в отставку, и мы сформируем временное правительство, чтобы управлять страной. Великобритания тоже протестует. Кто подстрекает к беспорядкам в сети? Мы усилим уголовное правосудие. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте про кнопочку «Суперспасибо». Так вы можете нас поддержать. Венгрию могут выгнать не из ЕС, а из шенгенской зоны за упрощение процедуры получения виз гражданам РФ и Беларуси. Об этом пишет издание «Политику». Они цитируют письмо к Еврокомиссии, составленное чешским депутатом Дануши Нерудовой и его литовским коллегой Пятрасом Ауштревичусом. В письме они утверждают, что такое решение Будапешта может стать лазейкой к разрушению шенгенской зоны как безопасного пространства для всех. Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в шенгенской зоне, введя новые меры защиты европейских граждан, включая при необходимости новые меры контроля на венгерских границах. Возможен ли сценарий, при котором Венгрию исключают из шенгена? Прецеденты есть. Болгария и Румыния, которые все никак не могут полноценно туда вернуться. Об этом мы спросили у эксперта. Нельзя сказать, что они закрыты по своим границам и не летают через Белград или Стамбул, соответственно, в страны Европейского Союза, в ту же Британию и в те же Штаты. Вероятно, количество виз, безусловно, уменьшилось и логистика усложнилась у них, но полного запрета и бана его не было. А венгерское решение, оно говорило, по сути, это условно, насколько я понимаю, это какой-то аналог, там, как карты поляка или документы, которые упрощают, по сути, трудовую миграцию. Бывали когда-то у нас, ну, такая какая-то серьезная миграция граждан России в Европейский Союз или, в частности, в Венгрию? Ну, насколько я понимаю, то нет. И это решение вряд ли повлияет на увеличение этого потока людей, которые вот через Венгрию будут пытаться пробираться в Европейский Союз. В принципе, способов у них на сегодняшний день и без того достаточно. Это, скорее, наверное, еще одна угроза господину Орбану, который демонстрирует отличную от большинства других европейских стран политику, в частности, в отношении с Россией. Мы знаем историю про там нефтепровод, про визиты Орбана в Москву, ну и так далее. То есть, это, скорее, ну, такое украшение строптивого одного из членов Европейского Союза. Глава МИД Литвы удивлен призывами эксполит заключенного не наказывать санкциями обычных россиян. Министр вспомнил о тех обычных россиянах, которые одевают своих детей в военную форму со знаком Z. Я слышу о невиновности обычных россиян, но потом вижу, что обычные россияне убивают обычных украинцев. Вижу, как обычные российские мамы прощаются с обычными российскими сыновьями и желают им удачи с обычными российскими военными преступлениями. Вижу, как обычные россияне радуются убийством. Напомню, один из освобожденных заключенных, Владимир Карамурзана, первый после освобождения пресс-конференции, заявил, что будет бороться за снятие санкций с обычных россиян. Слышатся в странах Запада, в том числе от высокопоставленных политиков, такие нотки, что давайте эту Россию вообще огородим забором, изолируем, закроем, пусть она сама что-то делает, а мы вообще сделаем вид, что ее не существует. Знаете, вот я являюсь убежденным сторонником мира стабильности и безопасности в Европе. Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира стабильности и безопасности в Европе без участия крупнейшей страны Европы, которой является Россия. И если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной. В Украине снова запрещают телеграмм. Об этом снова говорит глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ну, точнее, говорит, что легче его запретить, чем регулировать. К тому же, это вне юрисдикции Верховной Рады, и хоть возможности регулировать этот вопрос и нет, без решения оставлять тоже нельзя. Это проблема, которая будет дорого всем стоить и тем, кто этим пользуется в первую очередь. Цена будет высокой, и дай бог, чтобы у нас хватило, чем рассчитаться за эти ошибки. Потому что это все ошибки. Когда у тебя 80% населения пользуется немодерированной соцсетью, причем принципиально немодерированной, руководство, которое не вступает в коммуникацию с твоим государством, по которой достаточно доказательств, что она остается аффилированной с Россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка. Фактически такими действиями или заявлениями Украина может расписаться в том, что не может победить в информационной войне на конкретных площадках без таких жестких решений. Мы спросили у эксперта, насколько это вообще возможно и насколько это вообще реально. Заблокировать телеграмм, как говорят специалисты, практически невозможно. Можно усложнить работу мессенджера, можно через провайдеров пытаться и так далее. Но при желании с сервисом придется еще и запрещать VPN, придется много других решений и технических, и юридических принимать, что, честно говоря, мне верится в эту ситуацию слабо. Есть опыт, к примеру, Китайской Народной Республики, которая опустили у себя фаерволы, по сути, имеют суверенный интернет, но, как говорят, и там, в принципе, на западные ресурсы, которые официально запрещены в Китае, пробиться возможно, было бы желание. Но, как правило, китайцы и китайские граждане этого не делают, просто по одной простой причине, у них очень развитые национальные сервисы, начиная от WeChat, заканчивая видеохостингами. По принципу запретного плода, наверное, из телеграммы никто не уйдет, и на сегодня это основной, по сути, источник информации для наших граждан. Поэтому я соглашусь с вами, что лучше побеждать в смысловом поле, а не пытаться все то, что неприятное и иногда вредное для нас, пытаться запретить, убрать, отменить. У нас вряд ли есть технический и организационный ресурс для того, чтобы эти намерения воплотить в жизнь. Самое масштабное за 13 лет протесты охватили Великобританию. После нападения на школу танцев преступника, вооруженного ножом и убившего трех детей, еще 10 человек тогда получили ранение, на улицы вышли ультраправые митингующие, которые вдруг решили, хоть в официальных заявлениях полиции этого не звучало, что нападавший был мигрантом. Он действительно из семьи из Руанды, но родился в Кардифе, столице Уэльса. Но в социальных сетях распространилась информация, что он якобы был беженцем и просил убежище в Британии. Было ли это целенаправленная интернет-компания или каким-то случайным порывом масс, но пламя протестов и пламя в прямом смысле охватило все регионы Великобритании. Масштабные антимусульманские и антииммигрантские протесты даже через неделю после нападения на детскую танцевальную школу были настолько радикальными, что полиция арестовала несколько сотен человек. Мы усилим уголовное правосудие. Уже были произведены сотни арестов. Некоторые из них предстали перед судом сегодня утром. Я попросил как можно скорее рассмотреть вопрос о том, чтобы как можно скорее назвать и идентифицировать тех, кто участвует в этом процессе и кто почувствует на себе всю силу закона. И в-третьих, я абсолютно четко заявил, что уголовный закон применяется как в сети, так и вне ее. И меня заверили, что именно такой подход и применяется. Ультраправые в основном атаковали сеть отелей Holiday Inn, которые помогают искателям убежища и размещают их у себя. В Тамворте и Ротерэме сотни людей штурмовали гостиницы, кидали предметы в стекла. В Южном Йоркшире как минимум 12 полицейских получили ранения. Офицеры работали всю ночь, чтобы начать устанавливать личности тех, кто причастен к этим ужасным событиям. Пожалуйста, будьте уверены, что если вы были там, мы найдем вас и вы ответите за свое участие в этом насилии. МИД РФ, к слову, призвал британские власти не применять насилие против протестующих. Что происходит в Великобритании? Может ли это как-то пошатнуть власть недавно избранного премьер-министра? Мы спросили у экспертов. Для правительства Кирштамра, нового премьер-министра, очень важно как раз очень оперативно регулировать ситуацию. Потому что, в принципе, такие достаточно протестные действия со стороны общественности и радикализация происходят как реакция на определенные происшествия. В этом случае ужасные убийства и как раз одна из реакций была как раз в достаточно радикализированной форме. Это может масштабироваться. Мы можем вспомнить Соединенные Штаты Америки, когда, я думаю, для многих вообще было как-то неприемлемо наблюдать, когда там выносились магазины просто среди белого дня, полиция ничего не могла с этим делать. Я думаю, для Кирштамра важно учесть опыт, который был в масштабировании в США, и сейчас максимально оперативно перерасследовать это убийство ужасных детей. Ну и как бы, собственно, достучаться до граждан для того, чтобы правопорядок все же преобладал. Из Бангладеш сбежала премьер-министр. Перед этим она якобы подала в отставку. Все это на фоне продолжающихся массовых протестов. Медиа писали, что военные дали ей на это 45 минут. Глава Бангладешской армии встретился с лидерами всех партий, со студентами и преподавателями, то есть с лидерами протестов, и огласил о создании временного правительства. Достопочтенный премьер-министр подал в отставку, и мы сформируем временное правительство, чтобы управлять страной. Я пригласил лидеров всех политических партий, и мы провели обсуждение. Мы решили сформировать временное правительство. Теперь страной будет управлять временное правительство. Сейчас мы собираемся встретиться с уважаемым президентом и обсудить формирование временного правительства, под руководством которого страна будет управляться с сегодняшнего дня. Премьер-министр Шейх Хасина по разной информации может находиться в Индии или следовать в Великобританию, чтобы попросить убежище там. Только за последний день протестов в самой густонаселенной стране мира погибли не менее 95 человек. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне остается напомнить вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваши спонсорства, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Суперспасибо» помогает нам создавать новые и новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, все это очень важно. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова